Привет, друзья! В новом выпуске я покажу вам самый красивый и белоснежный песок пляжа Янтарный. Это место невозможно игнорировать, ведь Янтарный имеет награду «Голубой флаг» и входит в топ пляжей России. Поехали! Привет, друзья! При помощи интернет-телепорта я отправляю вас в поселок городского типа Янтарный. Доехал я сюда на автобусе номер 120, который начинает свое движение от Южного вокзала. Вы можете сесть как там, так и на Северном вокзале. Если вы вдруг поселились в центре города, то автобусная остановка Северный вокзал будет вам ближе. Значит, что вы увидите, въезжая в этот поселок? Это не город, не путать с Зеленоградском, со Светлогорском. Они имеют свой географический статус города. Да, это же все-таки поселок, площадь здесь 26 квадратных километров, население на 2021 год всего лишь 6600 человек. Поэтому и имеет статус поселок, причем самый западный в России. Так вот, при въезде вы увидите несколько пятиэтажек, порядка 6-7. Сам город по себе небольшой, у него тут нету развитой инфраструктуры. Основную часть экономики составляет добыча янтаря и туризм. Все. Мой план на этот ролик показать сначала вам всю городскую перспективу. Гостиницы, кафе, домики вот эти вот, оставшиеся от немцев. А потом мы переместимся на пляж, покажу вам город Янтарный с точки зрения природы. Сразу извиняюсь за ветер, потому что выезжал с Калининграда, его не было. Спустя 50 километров приезжают, тут такой ураган, шторм. Поэтому если вдруг меня будет плохо слышно, а я постараюсь очень громко говорить, извиняйте, пожалуйста. Ну и, собственно говоря, друзья, за эти две минуты, пока с вами болтал, вот уже подошел к самому сердцу города Янтарный. А пока покажу вам гостиницы, которые находятся позади меня. Пожалуйста, вот одна гостиница. Плохо, конечно, видно, извините. Вторая гостиница. Просто, чтобы вы понимали, весь центр, там где заканчивается одна, начинается другая гостиница. И так будет дальше. В Яндарном есть некоторые магазины, даже присутствует ЗАГС, где я фотографировал пару. Серьезно, тут можно расписаться, несмотря на такой маленький город. Мне присылали такие комментарии, что, мол, дружище, можешь отвернуть камеру? Мы твою болтовню, конечно, с удовольствием бы послушали, но с еще большим удовольствием бы посмотрели на те места, где ты ходишь, гуляешь. Поэтому вот все, друзья, отворачиваю камеру, голос мой остается. Пожалуйста, смотрите. Сейчас мы приблизимся к площади города Янтарного. Да, как ни странно, в этом городе она есть. И по масштабам и объемам она супер небольшая. Вот вас первым делом встретят Янтарные магазины, сувениры, что с одной стороны, что с другой. Кстати, мой браслет, я его сегодня не одел, который купил в Зеленоградске за 300 рублей. Меня там захейтили, сказали. Ну, не может быть за такие деньги такой браслет. На самом деле, друзья, мне пофигу. Он выглядит красиво, напоминает мне солнце. И какая разница, сколько я за него отдал. И уж точно мне пофигу, искусственный это Янтарий или нет. Посмотрите. Это одно из лучших мест в Янтарном, где можно покушать, погреться с отличным интерьером внутри. Туда мы зайдем, но чуть позже. Я только приехал, поэтому где-то в середине ролика мы обязательно туда заглянем. Вот какую инсталляцию сделали к осени. Дата съемки этого видео 6 октября. Осень у нас в самом разгаре, поэтому если вдруг вы по каким-то обстоятельствам не смогли взять отпуск в летний период, то вообще вы особо не обламываетесь, потому что у нас осень. Это второе время года по красоте в Калининграде. Листья начинают покрываться красными, желтыми цветами, что, конечно же, создает атмосферу очень уютную, теплую. И в такую погоду хочется кутаться в шарфик, в пальто и ходить с кофеечком, наслаждаться прекрасным городом Калининграда. Тут также такие палаточки с Янтарем, с какими-то, вот что там, картиной керамика. Могу разглядеть на стеклах надписи серебро, Янтарная косметика. Вот все, что касаемо туристов, все можно приобрести здесь. Опять-таки Янтарный рай. Тут какое-то помещение сосовковое, дискотека, кафе, бар, вижу, написано. Я думаю, вряд ли функционирует, просто вот пока что выполняет такую роль, что просто стоит. Друзья, если вы следуете моему пути, здесь мы были на площади, это адрес улицы Советская 70, ну, навряд ли вы заблудитесь. Тут центр города, один единственный и все туда идут. По направлению мы идем к пляжу. За вот этим забором отель Шлосс. Еще подойду к нему поближе, покажу, сниму видео. Могу пока только так, через заборчик показать. Я решил, что я замиксую этот ролик. Будет город, природа, природа, а потом город. То есть я такой кружочек сделаю, где покажу вам, постараюсь, весь город Янтарный во всех его красотах. Как и центральный пляж, так и более дикий. С тем самым Nordic Spa, распиаренным, перепиаренным, о котором вы наверняка слышали. Поэтому план такой. От площади по дорожке вы попадете перед пляжем в парк. Парк имени Бекера. В той области палаточки с санитарем, как полагается, как обычно. В парке имени Бекера есть обалденная качель, куда я сейчас вас хочу сводить. Тут, не знаю, как-то странно получается, что что-то открывается в Янтарном, что-то потом закрывается. На этом месте раньше было много кафе. Почему-то убрали, возможно, невыгодно стало. Я не знаю. Быть может, к вашему приезду здесь какие-то новые кафешки будут стоять. Качель располагается вон там. Вы просто представьте, какой у вас будет обзор на закат, на рассвет или просто на море, когда вы будете сидеть там на лавочке, либо качаться на качелях. Это обалденно. Ну и давайте уже наконец-таки спустимся на пляж через центральную лестницу. Вот, посмотрите, прямо передо мной людей уже побольше собралось. То есть, кажется, приезжал автобус с Калининграда. Ну а с этого участка, чем ближе я подходил к морю, соответственно, голос мой совсем не различить было из-за штормового ветра. Я рассказываю о том, что половину лестницы закрыли, так как она ремонтируется. Также на центральном спуске есть возможность спуститься, организовать спуск для инвалидов на инвалидной коляске, соответственно. Вот мы и наконец спустились к тому самому белоснежному песку. Очень странно, что здесь располагается детская площадка, которая в обычном имеет место где-то у жилых комплексов. Пляж поселка Янтарный, я очень часто Янтарный называл городом, прошу меня простить, имеет награду голубой флаг за чистоту песка. Пожалуй, Янтарный это самый широкий пляж в Калининградской области. Явно видно, что туристический сезон закончился, и процентов 80 кафе закрыто. Хотя люди, как вы видите, ходят и желают согреться так или иначе, попив какие-либо напитки типа чая и кофе. Здесь рассказываю, что как-то раз после 2-3 дней такого штурма очень много насыпало песка, засыпав половину этого променада, то есть левая часть вот этого ограждения была полностью засыпана песком. Вот можете представить себе, эта дорога разделяется ровно пополам, здесь такой хребет большой, а по правой части идут люди, считай, используя только половину. Непосредственно у моря я провел совсем немного времени, потому что там был самый сильный ветер, который просто сносил с ног. Также я попытался микрофон засунуть подальше в кофту, дабы избежать прямого попадания ветра, но это все равно все не помогло. Если вы по променаду шли так же, как и я, то вы можете упереться в заводь, в некоторый залив, где по тому же променаду будете идти только вдоль водоема. Очень красиво. Летом здесь прям видно, как плещется рыба разных цветов, разных объемов. Мы приблизились к отельно-банному комплексу, если так можно выразиться, Nordic Spa. Он включает в себя, как вы видите, четыре здания, каждое такое сдается на одну семью. И также в этом месте располагается тот самый Чан с видом на море, когда люди распарились, бегут купаться в Балтийское холодное море. Хотел показать вам еще один подход к морю, но показывать, судя по всему, нечего, потому что все засыпано песком. Если в центральном месте 80% всего было закрыто, то тут закрыто все 100%, даже пописать не получится. Котик меня тут встретил, значит. Говорит, сейчас буду экскурсию проводить. Я привел вас в местечко. Это памятник жертвам Холокоста. Вот, посмотрите, там руки изображены из бетона в память о 7 тысячах жертвах Холокоста, убитых нацистами 31 января 1945 года. Вот такое вот местечко. Скорее всего, вряд ли кто-то из блогеров вам покажет о нем. Хотя, кто его знает? Тут второй котик. Эй, скажи привет, подписчики. Как дела, подписчики? Два таких. Идите, идите за мной. Я понял, чего они за мной ходят. Я, кажется, разгадал их секрет. Вот в левой руке у меня конфета. И по направлению того, как я двигаюсь, двигаются и они. Ай, блин, ребята. Обалдеть. Меня он только что этот кот безумный поцарапал. Поцарапал. Вот, у меня есть одна конфета. Я ее сейчас разделю пополам. Во. И дам им. Интересно, они будут есть? Да, конечно. Хотя, возможно, и нет. Но, в общем... Да вот, вот конфета, блин, не царапай меня. Вот она, на. О, кровь пошла. Вот у меня один палец заклеен, теперь еще и второй будет. А, они ее не могут разгрызть. На, конфету. Да вот, елки-палки. Эй, кот, на. Скажи, что мне... Блин, еще и штаны испачкал этой кровью. Ну, извиняйте. Что было, блин? Почистив обувь от песка, я вернулся снова в город. Несмотря на слабенький уровень инфраструктуры, янтарный все равно не остает и скоро займет таки свои позиции. Прямо напротив старых немецких домов возводят новостройки, где скоро будут жить люди. В этом поселке, кроме янтарного комбината, есть настоящий янтарный ресторан. Не знаю, сколько в нем действительно подлинного янтаря, но такой роскоши я пока себе позволить не могу. И остановился в не менее хорошем кафе под названием «Дача». Друзья, добро пожаловать в самую вкусную часть этого ролика. Время уже почти 6 часов, закат. За моей спиной вы можете видеть темные и сгущающиеся тучи, темнеющая уличная атмосфера. Я в кафе пришел погреться. Посмотрите на атмосферу. Светлая, ламповая. Люди тут тоже пришли погреться чаем, кофе, взбодриться. В общем, я уже себе заказал строганину с пеламидой, уже успел ее съесть. Честно говоря, не очень. Последний раз я ел ее в отеле Маяковске, и вот там было вкусно. А здесь она мало того, что еще более перемороженная, чем там, значит, там еще было нормальная. То здесь прям лед хрустил на зубах. Но это кафе я могу рекомендовать. Не знаю, есть ли еще в Янтарном какие-то подобные. Может быть, я не прав, напишите в комментариях. И чтобы вы понимали просто, здесь еще более-менее цены нормальные. Но чем ближе к воде, все кафе, которые будут вдоль променады идти, на первой линии непосредственно, они будут еще дороже. Имейте это в виду. И, ну, не знаю, что там вам сверхъестественного приготовят, кроме какой-то шавермы, картошки фри, потому что у нас здесь, ну, эта сфера не развита, могу так сказать. Там кафе может выглядеть супер красиво, вложено в интерьер, очень много денег, но из меню там одна шаверма. Ну, вы поняли, да, 10 разновидностей одной и той же шавермы может быть. Вот я пересел, потому что напротив меня там прям рядом сидели ребята, которые распивали водку. С другой стороны тоже сидела компания, которая разговаривала. Я, знаете, не особо люблю, когда рядом прям в метре от меня люди, говорить, сосредоточиться, ну, стесняясь я. И я пересел, заказал еще колбаски мюнхенские, потому что, честно говоря, я не наелся, и у меня есть еще время до транспорта. Хочу еще перекусить. Вот видите, у меня теперь два пальца залеплено. Что еще хотел бы сказать? Кафе это хорошее тут. Помню, к 8 марта, кажется, прям украсили каждый стол, за каждый столик поставили вазу, а в Азии стояли дюймпаны. 8 марта. Классно, классно. Ну и, как обещал, самый известный, самый красивый и пятизвездочный отель Шлосс. Кроме того, что вы можете там отдохнуть, провести ночь, посидеть в ресторане. Также это прекрасное место для фотосессии. Кстати говоря, я фотограф, и если вдруг, обращайтесь, пожалуйста, записывайтесь. Ночь с 1 по 2 ноября, к примеру, на одного человека будет стоить от 10 тысяч рублей. Друзья, ну и спасибо за просмотр. Уже прям совсем стемнело. Я надеюсь, меня хорошо сейчас видно. Я отправляюсь на автобусную остановку домой. Каждый час ходит автобус из Янтарного в Калининград, также из Калининграда в Янтарный. Поэтому смотрите сами. Хотите на автобусе, хотите на такси. Это будет где-то стоить с полторы тысячи рублей, если поедете на такси. На автобусе проезд стоит 160 рублей. Хороший, комфортный автобус. По времени ехать где-то час, ориентировочно, час 15. Поэтому, если вам это видео понравилось, если вы считаете, что я не зря сегодня морозил руки, поставьте лайк, подписку, открывайте мой инстаграм, чтобы следить за мной в реальном времени. И, конечно же, мы увидимся в следующем видео. И никак иначе. Поел сейчас колбаски, наелся. И вот теперь все. Теперь я доволен и поехал домой. Пока-пока.